Эмилия Васильевна, вот фильм заканчивается, это happy end, да, потому что, в принципе, хотя слово свадьба не произносится, но вот еще, вот буквально в последнюю, там, может быть, минуту, когда Николай предлагает Гоше, давай будем дружить домами, Гоша его немножко поправляет, он говорит, давай дружить с семьями. То есть уже как-то вот с семьями, это уже я собираюсь основывать семью, да. Как Вы думаете, например, если бы они поженились, да, да, вот что бы Вы могли прогнозировать? А, ну, мы же, в первую очередь, что будем опираться, да, на то, как людям нравится проводить время. Должны понять, вот этим двум людям будет интересно друг с другом. Здесь я, например, пока вижу только один подводный камень, который есть работа Катерины, что такое директор фабрики, что такое депутатская должность, она долго была свободная, она вся такая общественница и по уши погрязала, 24 часа пропадала на работе. Тут у меня тогда только один вопрос. Если, например, Гоше повернуты на своей работе, и они, предположим, там 5 дней в неделю по уши пашут на работе, а субботу, воскресенье они умеют проводить вместе, в семье, то есть, ну, понимаем, им интересно будет. Им есть о чем поговорить, это люди одного круга, это не сантехник, который ходит чинить у дептазы и общается, да, с каким там кругом людей. То есть, мы понимаем, какой круг людей вокруг Гоши, о чем они разговаривают, мы понимаем, что Катерина и Гоша будет о чем поговорить. Второй момент. Катерина легко собралась на какую-то вылазку, Катерина легко вписалась в эту общую компанию. Поэтому я не увидела предпосылок. Мальчики и дети, не знаю, но все-таки в старые добрые времена, в 45 лет еще не у всех получалось рожать детей. И, скорее всего, это просто семья была бы, и мы бы называем это как, семья единомышленников. Можем ли мы увидеть, что это семья единомышленников? Я могу увидеть, хотя я слушала, что, боже, какие-то там страдания начнутся, Гоша начнет прессовать эту Катю, дочка их, Саша, вылупив глаза, там выскочит за кого-то, несчастливая будет, там нарожает детей. Не знаю, я не вижу предпосылок пока для несчастья. Мы увидели вполне пластичную Сашу, которая легко подстраивается под адекватного Гошу, такого, да, мужественного мужа. Хочешь какие-то правила. То есть Саша и свои правила умеет диктовать, и Саша умеет подстраиваться под другого человека. Это вот признак адекватности. Я не вижу предпосылок для плохой семьи, которую нам рассказывают. Точно так же, как я не вижу предпосылок для плохой семьи в фильме «Ирония судьбы» и «С легким паром». Понимаешь, каждый видит своё. И на что я хочу обратить внимание. Фильм – это нарезка. Мы из этой нарезки можем выбирать какие-то критерии. И обращать на них внимание, и обсуждать, к чему эти критерии ведут. Если люди в своей обычной жизни, они могут брать критерии, которые, например, Сатья Даса озвучивал, ну или кто там ещё обсуждал, брать эти критерии во внимание, смотреть, как он их там увидел в фильме, брать критерии, которые я озвучила, а потом в своих отношениях. Мы же, извините, не одна туннельная, мы многоспектральные люди, да? Ты смотришь на человека и смотришь, каких критерий в его поведении преобладают. Если ты увидишь вот то, что я называла, в большинстве случаев отлично. Это сыграет на тебя. Если ты увидишь то, что Сатья Даса называл, в ваших отношениях. Фильм – это сказка. Он очень сжатый, да? Но это почва для того, чтобы что-то увидеть и приложить к себе. Вот я, например, считаю, что, например, если девушка меня прослушала и услышала, как мужчина относится к изменению, что мужчина называет изменой? Про сексуальную я вообще даже не обсуждаю. Это там ещё всё далеко-далеко. И многие, например, если женщины будут изменой считать только сексуальной изменой, то я девочкам сочувствую. Потому что тогда не получится близких и крепких отношений с мужчиной. Если из нашего разговора вынести только это, достаточно. Они из серии, например, у Сати посмотрели и сказали, Гоша фигня, а у Милия Васильевна и Мичарова посмотрели и сказали, ой, Гоша, зашибись. Мы не Гошу обсуждаем. Мы обсуждаем какие-то паттерны поведения и обозначаем. Вот здесь плюс, а вот здесь минус. И вы прикладываете это к себе.